Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Промышленность – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, оказывающая решающее влияние на уровень развития производственных сил общества. Предполагается, что получение статуса территории, опережающего развитие, поможет открыть все новые производства, создать рабочие места. 19 января в здании администрации городского округа состоялось выездное заседание Комитета по промышленному, инновационному развитию и предпринимательству Курултая, Башкортостан. В собрании приняли участие первые лица города – предприниматели и руководители предприятий. На повестке дня стояло два вопроса – мониторинг выполнения законов в сфере развития малого и среднего бизнеса, а также утилизации и сортировка бытовых и промышленных отходов. Открыл заседание глава администрации городского округа Борис Беляев. Он отметил, что город Кумертау – это промышленный город, и возрождение промышленности в городе – одна из ключевых задач на сегодняшний день. Кумертау – это промышленный город, в общем объеме отгруженной продукции доля промышленности занимает до 90%. А развитие предпринимательства при стоящей задаче демистификации экономики выходит на первый план. К словам главы города присоединился председатель комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству госсобрания Курултая Республики Башкортостан Рашид Хайрулин. Он отметил, что получение городом статуса территории опережающего развития поможет строительству крупных промышленных заводов, а также послужит хорошему развитию индустрии в городе. Со времен строительства крупных предприятий в городе Кумертау – это такое же событие для экономики. И это очень хороший гарантированный шанс для того, чтобы экономику поднять, заложить основу на десятилетия, чтобы в городе появились разные отрасли производства. И люди не думали, а что будет, если закроется один завод. На заседании также разработали план по вовлечению крупных инвесторов в наш город. Для них будут не только федеральные льготы, но и муниципальные. Работа по поиску инвесторов не останавливается, а только набирает обороты. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Крещение – один из главных православных праздников. Как отмечать это событие, каждый решает для себя сам. Кто-то набирает в бутыль освещённую воду, а кто-то окунается в специальную купель. Наш корреспондент Константин Меркушев тоже побывал на крещенском купании, которое традиционно прошло на Старом пруду. В Кумертау желающих окунуться в крещенскую ночь в прорубь из год и год становится всё больше. Не дожидаясь полуночи, самый нетерпеливый снимает с себя одежду и один за другим спускается в ледяную купель. Впрочем, продрогшие от холода купальщики не выглядят несчастными. Горожан близ купели десятки. Кто приходит поодиночке, а кто с семьёй. Если не купается, то поддерживает друзей и близких, чтобы в нужный момент подать полотенце или тёплую куртку. Считается, что крещенская вода полезна. Окунёшься в прорубь три раза и не будешь болеть весь год. Холод и ледяная вода никого не пугают. Верят, время это священное. И как ни один уверяет, что случиться ничего не может. Ведь на берегу Старого пруда скоро и спасатели дежурят постоянно. К счастью, их помощь в крещенскую ночь никому не понадобилась. Случаев, слава богу, нету. Мы надеемся, что люди адекватные сюда ходят и случаи не произойдут. Будем надеяться на лучшее, что мы, наша помощь и скорой помощи не понадобится здесь никому. Кто-то из купальщиков, намереваясь окунуться в прорубь, старается следовать традициям. Кто-то идёт с верой, кто-то за компанию. Но и те, и другие с восторгом выходят из купели. Скажи, что твои ощущения? Отличные. Что ты чувствуешь сейчас в себе? Холод. Нет, нормально всё, отлично, мне понравилось, всё хорошо. Очень рад мероприятию, такому празднику. Сам крещеный, поэтому вот решился на это. Первый раз или уже? Первый раз, первый раз. Дальше будешь продолжать следующий? Да, вон с друзьями, так же, последующие годы, так же буду делать. Что ты сейчас своему другу посоветуешь, уже побывав там? С Богом. Хочу сказать большое спасибо организаторам, всё очень прекрасно, всё понравилось, прорубь красиво сделали, освещение сделали красиво, самое главное. Большое спасибо. Не холодно замерзнуть? Нет, отлично, отлично. Что чувствуете? Чувствую молодость. А вот стоит ли лезть в ледяную воду или остаться дома в крещенскую ночь, каждый решает сам. Но раз в этот день было столько желающих окунуться в прорубь, может и правда есть в это время что-то священное. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Кувертовские приставы подвели итоги 2016 года. В здании администрации городского округа состоялось заседание с участием различных служб и ведомств. За ходом совещания наблюдала и наша съемочная группа. Судебные приставы совместно с первыми лицами города предвели итоги работы за ушедший год. На заседании обсудили не только плюсы своей деятельности, но и указали на имеющиеся минусы. Так, за минувший год в структурных подразделениях приставов находилось свыше 40 тысяч исполнительных производств. Цифры и правда впечатляющие, учитывая, что на каждого работника органа власти приходилось по 1600 дел. Но несмотря на такую загруженность, приставам удалось показать достойные результаты. Также есть положительная динамика по многим видам платежей, что в целом дало хорошие показатели нашего отдела. Это отметили представители других ведомств, взаимодействующих с приставами, а также начальник отдела исполнительного производства по республике Башкортостан Дмитрий Гаврилов. Деятельность Кумертауского городского отдела на сегодняшний день отмечается достаточно на высоком уровне. Кумертауский отдел является одним из самых больших отделов республики Башкортостан. Ну и как в целом до этого достаточно неплохим образом справилась с поставленными задачами в 2016 году. Хотелось бы, конечно же, отметить положительную динамику отдела в данном направлении. Судебные приставы работают во многих направлениях. Взыскание заработной платы, налоговых и кредитных задолженностей, неуплата алиментов. Последнее стоит на особым контроле. Весь статистика по неплательщикам алиментов, как в нашем городе, так и в республике, становится хуже. В отчетном периоде всего находилось на исполнении 1172 производства. Аналогичный период 1529. Воздушены в 2016 году 578 производств. Аналогичный период 736. Остаток исполнительных производств на 1-е 17-е года составил 395. Аналогичный период 577. Таким образом, исполнительные производства по сравнению с аналогичным периодом сокращен на 100 с 2 исполнительных производств, что нельзя относить с положительной стороны. Однако контроль осуществляется не только за должниками, но и за работой самих судебных приставов. Так помощник прокурора Ирина Кочетова напомнила судебным приставам, чтобы те обращали особое внимание на актуальность данных о должнике и на его личные данные. Я согласна, что ваша база, с которой вы работаете, которая разработана вам именно в помощи, она несовершенна. Но в последнее время мы, как прокуратура, из многочисленных жалоб сталкиваемся с такой проблемой, что, исходя из не совсем корректных данных, которые размещены в вашей базе, применяются меры принудительного взыскания не к тем людям. Несмотря на недостатки своей деятельности, кумертауские приставы удерживают лидирующие позиции в нашей республике. Естественно, планку, которую поставили, мы должны ее не то что удержать, но и поднять выше. Есть действительно ресурс, есть резерв, есть желание, есть самоотверженность работников приставов города кумертаус. И сил вполне достаточно, сил хватит. Так что, я думаю, будет все хорошо. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Кумертауский перинатальный центр ведет женские консультации, предоставляет акушерские и ряд других услуг. В центре несколько отделений, в одном из которых побывала Гульнас Филатова и оценила работу специалистов. Перинатальный центр городской больницы, кроме Кумертау, обслуживают Кугорчинский, Зенечиринский, Федоровский и Куергазинский районы. Беременных женщин, роженец и новорожденных детей. В 2016 году в стенах перинатального центра был проведен ремонт. И сейчас учреждения постоянно стараются улучшать условия для пребывания беременных и молодых мам, организовывать все для их удобства и комфорта. В стенах нашего родильного отделения было принято 1228 родов. Родилось за 2016 год 1241 ребенок. У нас было принято 13 родов с двойнями. Из этого количества детей, кумертауских детишек на свет появилось 671, куергазинских – 214 детишек. За 19 дней 2017 года в стенах роддома появилось на свет 76 детей. Из них 44 кумертауских ребенка и 14 куергазинских. В перинатальном центре существует не только отделение новорожденных. Детей, нуждающихся в особом уходе, переводят в отделение патологии, в котором занимаются лечением малышей, родившихся недоношенными или с какими-либо заболеваниями. В этом отделении новорожденные восстанавливаются и лечатся под постоянным вниманием и контролем врачей. Как отметила заведующая отделением, в целом рождаемость заметно понизилась. Все чаще у женщин возникают проблемы во время беременности, рождаются дети с патологиями. Рождаемость у нас понизилась. За декабрь мы родили 51 ребенка. И если считать с 20 декабря по 20 января, всего 60 родов произошло. К сожалению, здоровье родившихся детей оставляет желать лучшего. Все это зависит и от благополучия семьи, от запланированности беременности, что планировали или неожиданно все это случилось, от экологии, от питания. В общем, очень много факторов, которые влияют на здоровье будущего ребенка. У родителей, которые серьезно относятся к планированию беременности, проходят обследование, бросают вредные привычки и ведут здоровый образ жизни, шансы родить здорового ребенка гораздо выше. И, разумеется, самая лучшая новость для молодой мамы, преодолевшей болезненный процесс родов, это то, что ее малыш родился здоровым и крепким. Роды прошли отлично. Конечно, очень переживала. Неделю лежала до родов. Практически всю ночь не спала. Но быстро, легко прошли. Я довольна условиями. Смотрят, обращаются хорошо. Претензий нет у меня. Сотрудники отделения стараются создавать для маленьких крох самые благоприятные условия. Оказывают необходимую медицинскую помощь, поддерживают санитарно-эпидемиологический режим для того, чтобы у роженец и новорожденных не возникало проблем и осложнений. Будущим родителям врачи настоятельно советуют заранее готовиться, планируя беременность, и переходить к этапу зачатия только после положительного заключения о здоровье обоих родителей. В Кумертау стартовал городской вокальный конкурс «Весенняя капель». Это отборочный тур республиканского конкурса юных дарований. В ходе творческого состязания жюри прослушивает десятки выступлений и выбирает самые яркие номера. В январские морозные дни в Доме культуры «Рассвет» зазвучало «Весенняя капель». Именно так ассоциируется выступление юных вокалистов. В городе начался отборочный этап республиканского вокального конкурса «Весенняя капель». По положению он проводится в трех возрастных категориях. Это дети до 10 лет, участники от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В начале конкурсной программы самые маленькие артисты. Они сумели покорить экспертную комиссию своими звонкими голосами и детской непосредственностью. Но для оценок есть определенные критерии. Мы смотрим и оцениваем ребенка именно по вокальному мастерству, по тому, как он владеет своим голосом. Как он умеет держаться на сцене. Насколько он эмоционален при исполнении своего произведения. Перед жюри непростая задача. Нужно определить победителя среди десятка номеров. За кулисами последние репетиции и нешуточные волнения. Выступления у всех продуманы от выхода на сцену до поклона. Немаловажную роль играет и образ, который создан специально для конкурсного номера. У каждого ребенка свои увлечения и своя мечта, кем стать в будущем. Одни хотят стать художниками, другие – артистами. Но в день конкурса они представляли родной детский сад и постарались показать все свои таланты. Мы очень старались. Всегда просыпались перед тем, когда все дети спали, пели. Я хожу в садик «Журавушка». Люблю заниматься художественным. И люблю петь. Для музыкальных руководителей успех детей в этом конкурсе – это определенная оценка их труда. В то же время мероприятие является площадкой для обмена опытом для педагогов. Да, наши дети ежегодно принимают участие в этом конкурсе. Мы готовимся очень тщательно. Готовим, помимо того, что вокальные выступления, мы готовим костюмы, подтанцовку детскую. То есть, всесторонне развиваем творческие способности детей. В общем-то, этот конкурс и дает нам возможность выявить этих детей, предложить им дальнейшее развитие. Среди зрителей – родители и родственники конкурсантов. Взрослые признаются – за выступлениями наблюдали с большим волнением. Это выступление наше первое. И я, как и другие родители, очень сильно волновалась, потому что как будто сама в первый раз. Ребеноку 6 лет, и вот первый раз – это вообще такое сильное волнение. А так, красивый праздник, красивое оформление. Большое спасибо нашим руководителям, нашим воспитателям Ольге Алексеевне, которая прекрасно работает с детьми. Я не пропускаю ни один утренник, и это очень здорово. В программе конкурса сольные выступления и ансамбли. Одни участвуют в народном направлении, другие – в эстрадном. Победители будут защищать честь города в зональном этапе, и в случае победы выйдут в финал республиканского конкурса. Он пройдет в марте в городе Дюртюли. Новый проект «52 выходных дня» – это, можно сказать, масштабная досуговая программа на весь год. Теперь кумертаусцам помогут интересно и с пользой проводить каждый выходной. Подробнее о проекте в нашем сюжете. С января нового 2017 года начал осуществляться новый социальный проект «52 выходных дня». Его программа рассчитана для жителей всех возрастов и самыми разными интересами. В рамках проекта уже прошли такие мероприятия, как лыжня Салаватской епархии, рождественские гуляния, турнир по тяжелой атлетике, на призы главы и другие. Вот мы намереваемся, чтобы субботы у наших горожан были заняты активным досугом, просветительскими мероприятиями, интересными, яркими шоу, какими-то яркими впечатлениями, чтобы у нас были поводы для общения друг с другом, чтобы у нас были поводы узнавать что-то новое, чтобы у нас были общие яркие впечатления, и тогда у нас будет писаться наша общая история семьи города Кумертау. Теперь каждый сможет в выходные дни найти для себя интересное и полезное занятие, так как мероприятия в рамках проекта планируется организовывать в нескольких направлениях. Жители города ждут самые различные праздники, соревнования, культурные, семейные, спортивные и образовательные мероприятия. Я считаю, это очень полезно. Детям есть что заняться, взрослым тоже, потому что все-таки в выходной люди посвободнее, и, как говорится, это очень хорошая идея, очень полезная. Я прям за. На сайте администрации ежемесячно будет выкладываться план мероприятий. То есть каждый может заранее узнать о том, какие акции, конкурсы и праздники будут проводиться в нашем городе в выходные дни. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok